Девушки отдыхают И вот пришла очередь для очередного видео И следующая на очереди у нас левая рука Итак, левая рука Какова ее функция? Если функция правой руки это извлечение звука То функция левой это прижимать струны к грифу в нужном месте Так, как поставить правильно руку? Но опять же, как и в правой руке, тот же принцип расслабленность То есть как? Так же дело Руку вперед и расслабляем То есть вот, в принципе, переносим вот так Это вот правильное положение левой руки Теперь что касательно положения на самом грифе И гриф это вот, вот эта вот часть гитары, называется гриф Так Большой палец Поговорим о большом палец левой руки Как большой палец? Так же Как и здесь, в правой руке полукруглый Так же здесь Желательно, чтобы был палец полукруглый То есть полукруглый палец И палец располагается за грифом То есть за грифом Ну вот, ребят, по большому пальцу, да Расслабили руку Переносим ее на гриф Большой палец за грифом В этом районе То есть, да Вот такого не должно быть Это опять же зажатие То есть палец полукругом Вот Желательно такой Вот такого это ошибка То есть Ошибка в плане не то, что даже визуально Ошибка технически То есть у вас палец будет зажиматься То есть усилие будет здесь И он всегда у вас зажиматься будет И игра будет у вас страдать То есть вот полукругом Расслаблено То есть, грубо говоря, палец этот должен быть так Чтобы вы о нем даже не замечали чтобы у вас было все легко, удобно. То есть вот такого тоже недопустимо. И вот такое тоже желательно не допускать на начальном этапе. То есть желательно все вот здесь. Вот это здесь должно быть пространство. Да, вот у нас. Опять же, это все для чего? Чтобы было легче играть. То есть при таким положении у вас все будет легко получаться. То есть проблема возникает, когда вот так люди бывают, зажимают как-то, вот так, там как-то, то же. Ну, как-то совсем. Вот так, да. То есть потом, если пальцы будут у вас на гриф заходить, вот на вот эту часть, это не страшно. Это допускается. В принципе допускается, но чтобы не страдала остальная другая игра. То есть если у вас что-то где-то не звучит, не дожимается, не получается, поправьте руку. Поправьте руку. То есть скорее всего при аккордах бывает вот такое положение, оно мешает. Каким-то струнам пальцы задевают просто за струны. Ну, конечно, да, руки разные. У кого-то пальцы большие и при таком у них все звучит. У кого-то, ну, руки поменьше, они еще палец вот так, все. То есть струны глушатся и полукорда не звучит. Поэтому пальчик здесь, сильно не давим. Можно как? Попросить кого-нибудь положить между грифом и вашим пальцем свой палец, либо так вот. И чтобы ощутить силу прижатия, чтобы вы тоже особо сильно вот почувствовали, как вы давите. То есть сильного давления не должно быть. Просто прижимчик. То есть просто прижимают, езжу от гриф. Вот, собственно, и все. И так, с большим пальцем левой руки мы разобрались. Так, теперь остальные пальцы, да? То есть, опять же, руку расслабили. И переносим, да? То есть какое еще правило? Ну, не правило, а рекомендация такая. Желательно, чтобы вот наша вот такая ладошка, она не касалась. Вот нижней части вот грифа. То есть вот так держать не надо. Или вот такого там. То есть вот такого быть не должно. Ну и опять же вот такого. То есть как лопату тоже не берем. То есть, ну, опять же, подержать так можно, но при игре вот такого нежелательно. Опять же, на начальном этапе такого избегайте. В будущем уже потом. Если вам это будет удобно, пожалуйста. Ну, вот так не надо. Опять же, ну, если его опять же расслабите и правильно перенесете, такого не будет. Да, то есть вот пространство. И пальцы, все пальцы полукругом. Так, ну, на начало, для начала, то есть расположим пальцы в любом месте грифа, ну, через, ладно, на соседних ладах. То есть, допустим, вот, 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 вот и вот. Вот просто не прижимаем можно, просто так вот. То есть вот, в принципе, правильное положение для начала нашей постановки. Ну, эта постановка называется классической. В сравнении с классической постановкой правой руки, это классическая постановка левой руки. Пришла с классической гитары. Ну, также есть еще блюзовая постановка. Ну, это заключается в том, что рука немножко смещается, как бы так, под углом, и большой палец, он уже на грифе. Там это допускается. Это для исполнения, так называемых, бэндов. То есть... Ну, это отдельный разговор. Для начала у нас классическая постановка. Конечно, да, можно играть разное. То есть, примерно, плюс-минус там могут быть такие вот, но желательно, конечно, сначала поиграть вот так. И опять же, полукругом. Какое еще есть правило? То есть, смотрите, вот если смотрите, вот, да, вот, на гриф, вот с такого ракурса, вот эти вот места, вот эти вот, это вот место, где вот палец начинается, вот эти вот, они должны быть вам видны. То есть, грубо говоря, как бы сказать, то есть, да, вот, когда вы смотрите вот так, вы должны вот эти вот места, вот, вы должны их видеть. То есть, они должны быть вот так вот там, где-то, вы должны их видеть. Тогда, в принципе, у вас все будет правильно. Ну и опять же полукругом, то есть руки у всех разные, пальцы разной длины Ну и вообще просто что, смотрите по себе, но все должно быть легко, расслабленно И желательно полукругом рекомендую Почему полукругом? Потому что пальцы, когда вы полукругом, наиболее эффективно он прижимает И в то же время наиболее легко, то есть меньше сил тратится То есть какие могут быть у вас проблемы, ну вначале особенно у детей бывает Это вот когда палец, они вот играют, у них вот такой вот излом То есть палец вот так вот ломается Это не страшно, но старайтесь не допускать такого То есть чем червать такой вот излом? То есть когда вот если вы давите на гриф, вот так у вас вся сила, вот прижать она проходит Четко в струну уже переходит Когда палец ломается, то есть все усилие, оно вот в этом месте, в этом соединении, оно застревает И получается палец уже как бы ломается Можете попробовать вот в любом месте взять Твердую поверхность Вот полукругом подавить И вот в таком положении То есть я вот сейчас давлю, вот у меня даже пружинить стало вот это вот место, оно пружинит То есть вся сила у меня, она вот здесь застряла, а дальше не проходит То есть если я чрезмерно давлю, я вполне могу сломать себе вот это место То есть я думаю, вам такого бы не хотелось Поэтому, ну это же конечно надо с такой силой давить, чтобы сломать Но травма, конечно, может быть Поэтому Я думаю, ни вам, ни мне травмы не нужны Поэтому полукругом И все легко То есть если у вас на гитаре Не получается прижать легко То есть скорее всего, либо что-то делаете неправильно Либо у вас слишком толстые струны Либо, конечно, большое расстояние между грифом и струнами То есть, ну, либо настроить инструмент Либо, ну, поменять струны, просто поставить тоньше Либо нейлоновые, если у вас акустическая, либо там классическая гитара То есть поставьте нейлоновые струны, будет мягче Ну и потоньше опять же Ну на электро, да, только тоньше Нейлон сюда уже не подойдет На акустическую гитару, в принципе, возможен Как бы постановка нейлона В принципе, у меня был такой опыт Мы, как девочки, там ставили нейлоновые струны В принципе, было нормально Так что вот Так, дальше, что? Да, в общем, расположили Все правильно То есть, ну, как бы там есть такое указание Обычно, как бы говорят Пальцы параллельны ладам То есть, если посмотреть Вот лад Лады, это вот эти вот полоски металлические Это вот лады у нас В данном случае у меня 24 лада Но бывает там На обычной гитаре у вас может быть там поменьше Да не важно То есть, это вот эти вот полоски металлические Это лады Все Больше вам особо так Не замракивайтесь Так, что дальше Так Расположили параллельно ладам Опять же говорю Это на начальном этапе все То есть, ну вот Поиграете вы месяц-два Ну, полгода Как вот Как у вас пойдет прогресс Потом уже этим не заморачивайтесь Что большим пальцем Что в принципе Если вам будет удобно У вас все будет звучать Никаких проблем Если у вас идет прогресс Играйте, как вы играете Но желательно, конечно Вот это оптимальное положение Оно уже выработано В частности, моим опытом И в частности, опытом других людей То есть Вот честно Вот это наиболее правильно То есть, конечно, да Вот здесь, например Вот там Как бы В месте грифа Здесь будет более-менее так Если вы будете сюда смещаться Естественно У вас вот будет как-то немножко Немножко подгибаться пальцы Лично у меня, да, вот так Это не страшно Совершенно не страшно Но желательно, конечно Особенно вот В середине грифа Более-менее вот так держать То есть это вот Такое положение Ну и более-менее Наиболее правильно Ну, естественно Оно эффективное Итак С этим мы разобрались Что дальше Опять же, да Напомню, не сказал Вот такое положение Оно желательно На каждой струне То есть, вот вы руку поставили И вот поперемещайте Просто так На струны Не надо ничего сильно зажимать Просто поперемещайте Вот так вот По грифу На разные струны То есть, в принципе Полукругом должны быть пальцы Что на шестой Что на первой То есть вы просто вот Не надо вот так руку подгибать Стать Это неправильно То есть, у вас вот такого Не должно быть То есть, просто смещайте С большим пальцем где-то можно так как бы так в пределах небольшой диапазон вот если рядышком струны как бы пальцы переместить на желательно просто смещать и большой палец тоже то есть чтоб не было вот такого вот у вас чем чем плохого такое положение сами посудите пальцы у нас вот так то есть на первых мы еще сыграя но на 6 у нас уже вот все уже то есть на руку опять перемещать вот это лишняя затрата сил лишняя затрата сил и времени то есть желательно что у вас рука особенно левая как бы у него было наименьшее вот эти вот лишнее движение наименьшее так дальше что собственно прижатие да что мы добиваемся как правильно прижать но смотрите как я уже говорил есть у нас лады эти полоски палец должен прижимать опять же полукругом не сильно вот например допустим вы хотите зажать вот 5 лад так допустим ходе 5 лад как считается вот сначала то есть 1 2 3 4 5 ну ладно называть и полоска и как бы расстояние ну между двумя соседним ладами то тоже как бы ладом примерно считаться то есть 5 лад это будет не совсем не как бы не соседний этот лад то есть не сама зажимая а расстояние между четвертым и пятым то есть вот здесь как бы подразумеваться под словом лад это не сам вот эта полоска больше расстояние то есть но если вы зажмете лад вот допустим да вот продемонстрирую сам лад зажмете то есть часть пальца будет глушить струну так дальше если вы зажмете ближе к четвертому ладу вот ну пятый лад зажимаю то есть да то есть здесь нам нужно больше сила прижатия вот я сильнее прижал звучит вот послабил уже нет то есть как зажать правильно зажать у самого лада то есть не на нем и не зайти за него а вот у самого лада то есть как будто получается такой уголок если посмотрите то есть вот в уголке это самое оптимальное добивайтесь такого то есть старайтесь себя уже с первых вот прямо занятий приучайте себя вот зажимать вот именно в этом месте да конечно я могу тоже зажать любом но как бы всяко бывает у вас может быть но на начальном этапе старайтесь делать все правильно потом и конечно об этом уже может забудете но на начале это обязательно так то есть вот здесь и эффективно то есть надо меньше просто прижать и легче играть просто и все и в принципе звук бот на какой наиболее правильный всегда на звук ну грубо говоря не шибко может быть влияет но да здесь меньше просто сила прижать и и меньше струну грифу прижимаете то есть даже может быть такой момент если расстояние вот лады большие вот посту послушайте себе вот особенно заметно на вот на посолок вот я вот чрезмерно будущее сжать высота нот изменяется это часто проблема кстати но на этих струнах я не знаю в меньшей степени но заметно струна просто потоньше она в палец врезается просто на басу это заметно поэтому чрезмерное прижать она тоже не недопустимо как как эффект она может быть но вот для обычной игры но недопустимо поэтому все должно быть легко а легкость она опять же и расслабленности и правильные действия то есть если вы руки расслабили делайте все правильно у вас все получится то есть у вас не может не получиться то есть у вас не получается вы делаете что-то неправильно да и так руку поставили ровно все разобрались палец прижимаем тоже да вот струну точнее прижимаю все все правильно тогда ну я играешь на пальцами но на играйте просто большим то есть сел сейчас которые упражнения будут дальше они будут играться большим пальцем правой руки просто вниз ну по большому пальцу еще отклонюсь отвлекусь немножко есть два приема основных это опаянда и тиранда они пришли с классической детали то есть опаянда эта игра с опорой соседнюю струну то есть грубо говоря это вот когда вы сыграли струну и палец опустился на струну на соседнюю это вот опаянда и тиранда это соответственно без опоры то есть вы сыграли и палец он как бы на воздухе то есть он мимо струны минуя можно в частности эксперимент провести можете сами послушать на своей детали особенно на классической детали очень слышно вот как меняется звук например вот опаянда и тиранда опаянда и тиранда то есть да опаянда такой более басовый такой какой-то более мощнее даже тиранда такой более левый конечно это плюс-минус но обычно так почему так потому что при опаянда вы к струну немножко в другом направлении будете натягивать получается туда ближе грубо говоря в гитару вот таким вот углом а при тиранда более-менее параллельно вот параллельно корпусу гитару то есть опаянда гитару тиранда параллельно то есть вот при игре медиатором кстати вот опаянда тиранда это мы тоже будем касаться потому что это как бы примерно будет то же самое но с учета медиатора но это потом ну вот собственно опаянда это вот у нас опаянда с опорой струны тиранда это без опоры это вот собственно и все и так играете все ну либо тиранда либо опаянда потренируйтесь то есть просто большим пальцем все вниз самым нас сейчас внимание в левую руку здесь не заморачивайтесь просто либо тиранда сам она здесь все в левой руке то есть правая не заморачиваемся и так друзья вот собственно по теории все теперь приходим к упражнениям упражнение называется хроматизм и так в чем его как бы чем она заключается для начала ставим руку как вот мы тренировались расслабленно палец правильно большой и пальцы тоже все полокруга ну допустим зависит от вашей руки кому кто-то на первой струне если неудобно 6 но будем начинать мы 6 начнем то есть вот 6 струна ставим допустим допустим от пятого лада то есть в принципе это упражнение играться может от любого лада но в данном случае да ну допустим давайте от пятого будем играть от пятого лада то есть как бы указательный будет на пятом ладу средний на шестом безымянный на седьмом и мизинец на восьмом то есть пальцы на соседних ладах одной струны то все на одной струне в правой руке не забываем у нас будет большой палец играть все все вниз либо тиранда либо опаянда так еще не сказал по левой руке как сказать но это важный момент большой палец он не обозначается у нас специально то есть в принципе им очень редко играют но так очень ситуативно большой не обозначается указательный цифра 1 средний цифра 2 безымянный цифра 3 и мизинец цифра 4 то есть у нас не 5 пальцев у гитаристов на левой руке 4 запомните то есть это вам пригодится дальше то есть первый то есть цифра 1 цифра 2 цифра 3 цифра 4 собственно вроде бы вся теория для упражнения очень устраивает то есть да первый палец если я буду говорить первый палец то есть имеется ввиду указательный если 4 то это мизинец об этом не забывайте то есть ноги забывает начинает там большим зажимать да надо помнить то что на гитаре у нас так на фортепиано там на баяне где-то там нет такого отличия мне все пальцы как задействованы у нас левая рука ну из-за специфики инструмента большой он в основном не используется на левой руке на правой до правом используется постоянно и так полукругом от пятого лада соседней воды то есть это для начала просто начало упражнения мы понимаем где нам что зажимать то есть вот если взять вот это положение так она вот так и будет в принципе у вас эти пальцы как бы они на этих ладах играть и будут только в разной последовательности то есть очередность пальцев будет разная в этом собственно и заключаться упражнение в основном да то есть ну теоретически то можно быть любой лад можно начать и 6 из 1 из 12 то есть в принципе неважно какой вот начале лад ну начальный лад меряется по большому пальцу то есть в принципе самое важное чтобы пальцы были поочередно на водах на соседних по порядку да как вот так вот то есть неважно здесь 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 и здесь или там но желательно конечно где-то примерно для начала в середине грифа то есть и вот какой какая у вас гитара если классическая то вас как бы корпус будет вот здесь заканчиваться да у нас вот то есть в эту часть вы и делите попала то есть это примерно 5 лад будет где-то там вот на электро у меня гриф больше поэтому но это будет даже не 5 середина 7 здесь можно даже вот девятый у нас в принципе да это зависит от инструмента и от ваших вот начальных способностей то есть как какая у вас растяжка руки размеры у меня пальцы достаточно небольшие в принципе есть людей пальцы много больше им понять неудобнее растягивать руки поэтому начинайте где-то вот примерно серединке 5 тире 7 лад 1 3 почему нежелательно потому что вот расстояние между вот этими соседними ладами она здесь на первых ладах она больше и вам поначалу будет очень сложно растягивать то есть вот у меня например рука растягиваться без проблем но у людей сначала так конечно возникают большие проблемы с растяжкой с такой хотя вроде бы это в принципе растяжка это не назвать то есть это основное положение растяжка этого там через ла там где-то там вот идет через два там лада там такого там да это да растяжка ну поначалу конечно естественно трудности возникает поэтому вот собственно переходим упражнение и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 поставить палец резче то есть это будет такой тренировкой на скорость но не нужно играть быстро именно нужно играть с большой паузой но ставить резко то есть это сложный момент, но надо попробовать стоит и максимально резко ставите то есть тоже самое обратно максимально быстро снимаете еще момент перехода со струны на струну вот смотрите начали играть доходим до мизинца и когда ставите мизинец и играете параллельно этому указательный палец уже переносится на следующую ноту на следующую струну то есть вот он уже подготовлен потом он просто отпускается то есть вот такой момент то есть вот это тоже важно это тоже поможет естественно и в обратном то же самое но уже мизинец тут был указательный восходящий нисходящий у нас уже мизинец вот стоит мизинец ну что друзья вот собственно и все теорию мы разобрали практику тоже то есть упражнения вы знаете теперь просто играть и играть и играть то есть самое главное помните да все расслаблено то есть естественное положение у нас да рук то есть у нас получается это вот вы расслабили руки вот то есть вот это идеально будет на начальном этапе да желательно за этим следить потом уже смотрите сами как-то по-другому будете играть если вам удобно у вас звучит почему бы и нет но вот это конечно наиболее оптимально то есть при таком положении вы будете эффективнее играть все будет легче естественно итак у вас мог возникнуть резонный вопрос почему не аккорд то есть почему хроматизмы там упражнения но не аккорды то есть в большинстве случаев конечно да начинают играть сразу же с аккордов ну просто на основании своего опыта из опыта обучения более эффективно это вот именно начинается игра упражнений как сказать при которых зажимается за один раз один лад либо одна нота то есть аккорд это что? это когда зажимается много нот три и более я уж не говорю о баре да такой коварный тоже у нас аккорд найдем и до баре аккорды будут но чуть позже то есть попозже сначала мы вот поиграли мы правую руку паттернировали левую дальше мы получим ноты на грифе то есть опять же по моей такой системе ну не совсем моей но то что я как я учу детей каким способом тот я вам покажу ну да потом скорее всего пойдут аккорды и баре попозже то есть баре вообще сложный прием сначала ну в основном не получается ни у кого то есть даже очень много людей которые начинали играть доходили до баре и гитару бросали вообще забывали это сплошь и рядом поэтому аккорды желательно конечно попозже то есть надо научиться просто прижимать хотя бы один лад одним пальцем а уже потом да когда рука окрепла все у вас уже какой-то опыт появился зажимать уже то есть приходи уже к аккордам да и тогда все будет хорошо прекрасно по аккордам тоже будет да видео ну там в принципе аккорды по аккордам очень много в интернете но я думаю видео я запишу все-таки ну вот вроде бы и все ну да следующее видео скорее всего будет про ноты даже не видео а серия видео потому что грив большой нот много ну я думаю будет интересно ну ладно вроде бы все спасибо за внимание до встречи до встречи velmente бы не saw